Следующий спикер как раз расскажет, как мы можем еще больше зарабатывать на нашем продукте, в нашем сообществе. И что нас ожидает? А вы хотите зарабатывать больше? Точно, еще больше! Супер! И на сцену мы приглашаем... Директора по маркетингу UDS... Станислава Калашникова! Добрый день, друзья! Знаете, я до этого здесь репетировал, немного нервничал, сейчас почему-то я не нервничаю. Я в компании уже 8 лет, и для меня вот наш продукт — это мой второй ребенок, который растет, который уже сейчас стал таким, знаете, красивым, стильным, таким успешным мужчиной, ну как я, вот такое живое олицетворение, да. И я им очень горжусь, на самом деле, и сегодня я расскажу, почему я горжусь, к чему мы пришли, и действительно это будет интересно. Прошлый год для меня был, знаете, таким переломным моментом, когда это был объявлен год пользователя, и я всегда жил в сердце, чтобы наше приложение было у всех, чтобы оно было интересным, оно было привлекательным. И в этом году мне выделили полностью все ресурсы для того, чтобы это реализовать. Да. И мы начали очень много тестировать. Мы направили очень большие ресурсы в это направление. Там у нас пошел этот новый вектор, когда до этого мы позиционировали себя как приложение лояльности для бизнеса, и это только для работы с вашими клиентами. Тут появился новый вектор, который мы начали интересно раскрывать. И часто такое бывало, когда мы проводили эксперименты, мы смотрели на эти цифры и думали, ах, ошеломляющие просто результаты. Да, и такое было из месяца в месяц. И хорошо, что ребята до меня не раскрыли эти цифры и полностью про них не рассказали, почему они такие крутые. Я на этом остановлюсь. 27 миллионов скачиваний. Это просто ошеломляющая цифра. На самом деле в IT-секторе это одна из главных цифр, показателей успешной компании, IT-компании. И чтобы вы понимали, кто был в феврале на мероприятии. Да, скажите, пожалуйста, а какая цифра была озвучена там? 20. 20 миллионов пользователей. В тот год для нас это был просто колоссальный показатель, потому что мы за год прибавили 4, ну в среднем там 4-4,5 миллиона. Здесь же прошло полгода. И на сколько мы прибавили? 7. 7 миллионов скачиваний. Просто за полгода. И я хочу сказать прям огромное вам большое спасибо, потому что без вашего сообщества эта цифра бы не появилась, не было бы такого колоссального роста. Также я хочу, чтобы вы поаплодировали себе и нашим разработчикам, потому что разработчики присутствуют здесь, и, наверное, они достойны таких вот прям сильных аплодисментов. Спасибо вам большое, да. Наша команда, как сказал Булат, она растет, и я прям вообще не понимаю, насколько уже эти ребята, которые приходили к нам за 8 лет, переросли, они даже переросли меня. Когда я ставлю теперь задачи какие-то, они приходят, нет, это все ерунда, давай сделаем так. Я говорю, нифига себе, давайте делайте. Следующий показатель — это активные пользователи месяц. Это тоже у нас цифра держится на достаточно большом уровне, но сразу хочу заметить, что если в случае скачиваний мы это все предоставляли, сами эксперименты мы быстро выкатывали в приложение, то здесь мы проводили скрытые инструменты, чтобы на следующий год было вам интересно, и мы о них, этих инструментах расскажем, как увеличить эту активность сейчас, в данный момент уже. Мы пока их не выкатывали, как говорится, в продакшн. Эта цифра, мы знаем, как на нее повлиять и сделать ее в два раза больше. А это уже у самых крупных гигантов IT-рынка только такие цифры. И мы это сделаем, я вам обещаю, потому что до этого я вам обещал, что цифра будет расти, и на следующий год вы посмотрите, насколько эта цифра вырастет. А это очень хороший показатель как раз для рекламных инструментов, о которых я скажу в дальнейшем. Рейтинг 4.9. Ну, я не знаю, тут вообще, мне кажется, вопросов нет. Я даже не понимаю, как может быть такой высокий рейтинг, потому что даже хейтери, которые пишут, обычно они пишут много, там заказывают негативные отзывы, они не справляются с тем потоком положительных отзывов, которые обычные пользователи оставляют. То есть рейтинг 4.9. это просто феноменально. В том году, когда у нас были достаточно высокие показатели, как вы все знаете, мы начали тестировать рекламу. Мы начали ее тестировать бесплатно. Мы предложили всем партнерам написать нам, чтобы они предоставили компанию для тестов. На самом деле не так много было заявок, как мы об этом думали, потому что бесплатно никто не хочет работать. Но мы все-таки сами со своей стороны провели ряд экспериментов. То есть первый этап это был баннеры. Как вы знаете, это просто при клике открывается карточка на присоединение, и в тесте 250 компаний поучаствовало, плюс выручка 36 миллионов составила. Это хороший показатель. Не такой как бы супер-супер сильный, но мы нигде это не афишировали, мы не отправляли пуш-уведомления, ничего не делали, просто размещали и смотрели, как это сработает. Второй этап это был сториз. Ториз, это как бы он вот так вот банально не звучал, ну сториз-ториз в Инстаграме есть, но для многих компаний он как бы раскрыл саму сущность. Потому что у нас были примеры, когда фитнес-центр, где групповые занятия, и до этого он работал целый год, у него были там 2-3 клиента всего, через сториз он рассказал, что есть групповые занятия для пожилых, есть групповые занятия для молодых мамочек, есть детская комната, где можно ребенка оставить. И за месяц размещения у него 62 человека на 180 тысяч примерно оставило. Ну сумма заработка составила 180 тысяч. Это отличный показатель был, мы поняли, что мы теперь можем работать с немного нерепотребляемым бизнесом, где система лояльности не всегда актуальна. Таких бизнесов на самом деле очень много. Там те же самые квест-комнаты, какие-нибудь трогательные зоопарки, куда они ходят часто. Третий этап, это был самый сложный этап, это проведение конкурсов. Кто-нибудь видел конкурсы вообще? Участвовали, проводили? Вот. Конкурсы — это очень сложная механика, потому что у него нет какого-то единого стиля. Были конкурсы и через сертификаты, были конкурсы и через повторные покупки, были конкурсы через присоединение с повышенными баллами. И выручка 47 миллионов, это говорит о многом. И эти конкурсы нам дали колоссальный опыт. Мы посмотрели, что нравится людям, как они реагируют. И большое спасибо двум городам, точнее, двум командам, наверное, из этих городов, из Улан-Удэй и Укутску, где вот провели 9-8 конкурсов. Да, большое-большое спасибо, потому что это бесценный опыт мы получили. Мы не только научились с этими конкурсами работать, мы смотрели, как люди отвечают на сертификаты, какие пушки по этим конкурсам эффективно проходят, чтобы привлечь туда новых пользователей. И если вот говорить уже о статистике некоторой, вот здесь есть статистика — это количество пользователей по Якутску. До этого, до проведения конкурсов, а они проводили на постоянной основе, у них было количество активной аудитории порядка 7-8 тысяч человек. После того, как они начали проводить конкурсы, количество возрастов до 30 тысяч. Чтобы вы понимали, это четверть платежеспособного населения города Якутск. Да, и эти конкурсы и пушки приучили пользоваться этим приложением. То есть люди начали ходить в заведения, участвовать в конкурсе, совершать повторные какие-то покупки. И после того, как эти конкурсы прекращались, активность не падала. То есть она все осталась на полноценном, как бы таком ровном уровне. И спасибо вам большое за то, что вы позволили нам весь этот опыт аккумулировать. И благодаря этому опыту мы можем создавать инструменты, о которых я дальше расскажу. Мы тестировали, тестировали. Ну, вроде как все работает. Все отлично работает, все сложилось. И я хочу сказать, что вот с сегодняшнего дня, сегодня все, все. Мы, наверное, уже готовы и готовы к полноценному запуску рекламных инструментов. То есть мы теперь полноценная рекламная площадка для привлечения новых пользователей, с которой вы можете зарабатывать, зарабатывать бизнес. Причем самое, что интересное, тут все вин-вин. Если в обычном понятии реклама это какое-то такое навязчивое что-то, что всплывает в ненужный момент, либо где-то на билборде висит, у нас же стараются размещать предложения те компании, которые находятся на площадке. И в большинстве случаев они размещают сертификаты, повышенные баллы, какие-то комплексные приложения. И людям это самое главное интересно. Они воспринимают это не как рекламу, а какие-то как офферы. То есть в тех городах, в которых мы убирали рекламу, писали пользователи, а где этот блок? Мы хотим новых сертификатов, мы хотим новых предложений. То есть у нас полноценно реклама работает как, ну я не знаю, как часы, как какой-то суперэффективный инструмент. И давайте об этих инструментах поговорим. Это вы, наверное, уже видели, ну может кто-то не видел, в некоторых городах появился. Это большой баннер. Он будет вмещать несколько слайдов, несколько компаний. У каждого равные шансы, потому что у всех они выводятся в рандомном, ну точнее в таком перемешанном порядке. У кого-то первая компания, у кого-то там другая компания впереди выйдет. Есть промо-цена, промо-цена действует вот только сейчас, вот мы сидим. Есть промо-цена, нет, не совсем сегодня, дальше я скажу. 200 условных единиц за три недели. До этого мы тоже могли купить рекламу за эти деньги, но сейчас действует за три недели. Я скажу сразу наперед, что пользуйтесь этим предложением, потому что это все, это больше не будет. Мы потестировали, все работает. И только сейчас мы закрепили эти цены. Дальше это все будет только расти. То есть блок, большой баннер. Обратите внимание, 70 уе, это когда ты можешь сразу присоединиться к карточке. Stories, 100 уе за три недели. И промо-цена на эти услуги действует только для 31 августа. Вот. Только для 31 августа. Идите к предпринимателям, говорите, что сейчас можно выгодно на три недели купить, потому что больше такого, я говорю, не будет. В дальнейшем цена будет привязана к активной аудитории в городе. Она будет гораздо больше. Это минимальный прям порог, который мы можем сейчас себе позволить. Плюс активность города. Чтобы реклама работала хорошо, нужно понимать, что в городе должно быть большое количество пользователей. Ну, соответственно, реклама работает эффективнее, где большее количество пользователей. И сразу мы говорим, что мы сейчас полноценно можем сказать о запуске вот этих городов как рекламных площадок, эффективных рекламных площадок. Почему эти города? Потому что мы там уже или оттестировали, либо же эти города попадают в активную аудиторию. То есть активная аудитория — это больше 50 тысяч человек в месяц. Вот. Да. По всем вопросам пишите промо. UDS. А может прямо сейчас написать, там «хочу рекламу», он вам все ответит. Не стесняйтесь писать, потому что у нас специалисты очень опытные. Они вам подскажут, в каком типе бизнесе какая реклама лучше сработает. Иногда даже бывает такое, что звонят, они говорят, нет, ну, у вас эти бизнесы не подходят, давайте лучше сторис вам сделаем, расскажем. Все делают промо-материалы наши дизайнеры. Не стесняйтесь, пишите, звоните, все сделаем. Но также, когда я вот этот список городов показал, я вижу у многих, наверное, в глазах, а как же другие города? Вот здесь самое, наверное, будет интересное. На примере того опыта, который я вам говорил, мы запускаем комплекс бесплатных, совершенно бесплатных инструментов для развития других городов. И в тех городах тоже будет это, в частности, запускаться. Это будет блок предложения. То есть мы сами, как компания, как компания центрального офиса, выбирают предложения от компаний в городе. И размещаем их на главный экран. Не удивляйтесь, что если там у вашего клиента появится, он позвонит, скажет, что это что, платная реклама? Нет, это бесплатное продвижение именно предложений от компаний. Второе — это рекомендации. То есть это как раз рекомендуем те места, где система лояльности не совсем актуально работает. То есть мы размещаем большой баннер, вот такой красивый, и при клике на него открывается слайд, все мы делаем сами. Мы даже не будем связываться с компаниями. То есть мы просто берем, делаем для компании промоушен, размещаем, и там она появляется. Сертификаты. Ну, наверное, каждый из вас хотел бы, чтобы зайти в приложение и посмотреть, какие сертификаты там раздают. Компания-то другие. Это тоже будет доступно. Это тоже делаем мы на своей стороне. Как вы ставили галочку, многие бизнесы используют сертификаты в манкетинговых целях. Мы забираем автоматически и размещаем на дашборд эту информацию. Да, спасибо. Но я хочу сказать сразу, что все эти предложения проходят строгий контроль. То есть не будет такого, что если вы разместите там сертификат на сумочку, которая действительно стоит 4 тысячи, а вы там 100 тысяч зачерпнете, нет, это проходит контроль. Это предложения только, которые выгодные для конечного потребителя. Также многие просили, и очень много заявок, говорят, вот у нас мероприятие в городе, можно его как-то осветить. Да, да. Блок мероприятия тоже может быть, он уже разработан. Все эти инструменты уже готовы. То есть, чтобы вы понимали. Просто мы их, чтобы такую создать немножко интригу, не размещали, не заполняли, но они все готовы. И с этого, с понедельника точнее, мы будем все заниматься заполнением этих инструментов. Также благотворительность. Нам важно, что мы можем изменить чью-то жизнь. Если приходит запрос от наших партнеров, что в его городе проходит какое-то благотворительство, или нужно помочь собачкам, или детскому дому, пожалуйста, для этого есть отдельный блок, мы всегда рады. То есть теперь это будет размещаться тоже, соответственно, прямо отдельно, красиво, и не требует никаких ресурсов. Рекомендованная компания. А есть кто-нибудь руку подняет, у кого есть рекомендованная компания? Да. Ну, рук не так много. Но теперь, надеюсь, я буду их больше, потому что для рекомендованных компаний будут немножко условия более лояльными. То есть для них в приложении появится отдельный блок, где мы будем их рекламировать. Сразу хочу сказать, что вот когда я говорю рекламировать, это не значит, что для них теперь реклама не нужна. Нет, контент-блок, он выходит у всех по-разному. Если реклама уходит у всех всегда, то есть вы его видите, она максимальный профит приносит, то эти блоки, они выходят как рекомендации, еще какие-нибудь, то есть сезонные выходят. Это просто для того, чтобы поддержать этот бизнес, который сделал действительно большую работу. А они делают большую работу там. И брендирование, и отзывы, то есть большие требования для того, чтобы попасть в рекомендованных компаниях. Но самое главное, что будет в этой связке работать, и что нам нужно было сделать уже немножко, наверное, давно. И для чего эти блоки нужны? Мы их будем менять каждые 2-3 недели для того, чтобы проводить информирование. То есть это системные пуш по городам, которые тебе говорят, что обновились предложения. Заходи, забери новые сертификаты. И вот в этом случае конверсия, ну там 200-300% активности в городах увеличивается. А если мы еще наполним это контентом, а перед этим рекламой, то показатели будут просто колоссальные. Я говорю, у меня иногда голову просто кружит, когда мы видим вот эти цифры, когда мы тестируем, насколько это все эффективно работает. Ну, еще раз напомню про запуск городов, что вот эти города как бы проверены, и все там хорошо, все прям идеально. Почту. И, наверное, каждый хочет узнать. Ну, реклама-то платная, хорошо. А как на этом заработать? Сколько я от этого получу? 39% с продажи получит тот, кто совершил продажу рекламы. 21% распределяется на 7 поколений. И, наверное, самое тоже интересное, то, что эффективная реклама работает постоянно. Я не говорю, что мы панацея для всех. Если к нам приходит реклама и говорят, я там шапочки вяжу для чихуахуа, понятное дело, что она, ну, может не отбить эти вложения рекламы. Но для большинства бизнеса это супер максимально эффективно. И у нас были такие случаи, почему тут написано, и работает постоянно, что компания покупает размещение рекламы на 2 недели. После 2 недели она звонит, говорит, мы хотим на год выкупить сразу. Мы говорим, ну, это как бы большие деньги, мы вам не можем по промо-цене, мы еще, как бы, цена вот такая тогда больше будет. Она говорит, не важно. То есть вы, наверное, сами понимаете, какая разница в сложности продажи инструментов этих. То есть реализовать лицензию, либо реализовать рекламный продукт лояльной компании. То есть это совсем две разные вещи, это просто. И если это будет эффективно, это будет эффективно на постоянной основе. То есть можно зарабатывать просто колоссальные суммы, а мы для этого, для вас все это сделаем. Потому что мы вкладываемся именно в развитие, чтобы бизнес стал успешным, чтобы вы стали успешными, и чтобы пользователь получил максимально выгоду, потому что UDS это про что? Все правильно. Если у вас остались какие-то вопросы, что делать? Промо-материалы уже сейчас должны быть доступны в бэк-офисе и админ панели предпринимателя в разделах документы. Там прям промо по рекламе. Мы расписали, что сделать, какие типы рекламы, сколько это стоит. Пожалуйста, пишите нам на почту, потому что промо цена только до 31 августа. После 31 августа может цены в 2-3 раза в некоторых этих городах подскочить, а они подскочат вот в том списке, потому что мы знаем, что там она офигенно работает. Поэтому пользуйтесь, пользуйтесь случаем, и бизнес скажет вам спасибо за это. Я серьезно говорю, потому что бизнес кайфует от этого, мы кайфуем, я кайфую от предложений, от всех вас. Вы просто красавчики. Ну и по всем другим вопросам, по рекламе, да, пишите. На этом у меня, я хотел сказать все, но нет, еще есть некоторая инсайдерская информация. Кто-то ко мне подходил, говорит, а вы там обещали, что карточка компании изменится на прошлом выступлении. Она уже в работе, скоро все будет. Просто сюда это не влезло по таймингу, хотя мне тайминга прибавили, но ладно. Вот. Все будет, скоро будет максимально доступное обновление для того, чтобы можно было создать суперсексуальную красивую карточку и еще рекламный баннер туда повесить, который будет на него вводить. Все просто максимально. Вот. Спасибо большое. Всех рад видеть, всех обнимаю, целую. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.